В эфире выпуск новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте! Около 11 утра с Черняховского в сторону 5-й станции Большого Фонтана повалил плотный черный дым в высотном жилом здании по адресу Черняховского, 4, где находится торговый центр 5-й элемент и жилые помещения. Вспыхнул пожар и по обшивке за считанные секунды распространился до 12-го этажа. К тушению привлекли 13 единиц техники и более 50 спасателей. Официально причины пожара пока не сообщаются. С места событий вела репортаж наша съемочная группа. Эвакуированные жильцы рассказывают, пожар начался внезапно. Дети мои с мамой спустились на прогулку на первый этаж на лифте раньше, чем я. Я одевался. Они позвонили, говорят, пожар, выходи быстрее. Я побежал, вот прийти в футболке. Это было примерно 11.30. Сегодня выходной, мы поздно встали. Я увидела дым. И сказала сыну, что-то горит внизу. У нас есть балконы в холле. Ну, это так, парадно. Я выскочила в холл и выглянула вот сюда и увидела отсюда пламя. Вот здесь рядом стройка у нас. Строители стоят и кричат, женщина, уходите, пожар. Я вернулась в квартиру, это было ровно 30 секунд. У меня уже горел балкон. Спасатели, задействованные в тушении возгорания, говорят, этот пожар повышенного уровня сложности. Горела обшивка дома, а вместе с ней и балконы с первого по последний этаж. Пожар на данный момент ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано более... Пока уточняется, цифра пока 68 человек. А на каком этаже горела? С первого по десятый. Обшивка, обшивка, вытяжка. То есть загорания в квартирах, домашней мущества у нас нет. Официальные причины пожара спасатели не сообщили, но горожане уверяют, виновником возгорания стал мангал-кафе, расположенного на первом этаже дома. С этим рестораном это уже просто сил нету бороться. Никакой ни пожарной безопасности, все игнорирование всех правил. Пожелание всех жильцов, все игнорируется. Они считают, что они самые умные в этом городе, но вот результат этого ума. Наш собеседник также рассказывает, чудом оказался в нужное время, в нужном месте. У меня эта квартира моей жены, здесь теща живет. Я просто случайно приезжал, вижу, что люди стоят, фотографируют, вижу клубы дыма. Становился машиной и увидел язваки пламени уже вот именно здесь, где мы сейчас стоим. Я знаю, что у меня теща, которая фактически не ходит. Две недели назад ее забрали после инсульта с сын Тасана. Я успел забежать, в лифте подняться, здесь уже отсюда валили клубы дыма. Она еле ходит, я ее фактически на себе успел вытащить на первый этаж. По словам мужчины, изъяны в противопожарной безопасности сосредоточены не только в месте возгорания. Закрыты все пожарные выходы, закрыты на замке. Мне пришлось ногой выламывать дверь, чтобы выйти отсюда. Потому что здесь, получается, эпицентр был именно в этой квартире. Здесь дышать было невозможно. Она уже фактически задыхалась. Но пожарные ребята, кстати, без вопросов. Помогли пожарные, вовремя приехали. О закрытых на замок аварийных выходах говорят и другие жильцы дома, столкнувшиеся с преградой к спасению. Женщина-инвалид, которая с костылями, она не может быстро передвигаться. Ей пытались помочь ее вытащить, потому что она сама не могла выйти, потому что был закрыт пожарный проход. То есть это ни в какие рамки не лезет. Я не знаю, управление дома наше думает. О чем думает, я не могу сказать. Ну, скорее всего, о каких-то личных качествах, о личных выгодах, потому что они являются защитниками вот этого ресторана нашего, с которого начался пожар. Поэтому о нас они не думают точно. И то, что закрытый был пожарный проход, и слава богу, что женщину просто вытащили по лифту, ей помогли просто. Владельцев точки общепита, а также представителей ОСМД на месте происшествия не оказалось. Жильцы ждут официального заключения от ГСЧС, после чего намерены подавать иски в суд. Понимаете, вообще в течение всех этих лет постоянно какие-то вопросы возникают. Они ресторан хотели на крыше здесь построить, вообще не спросив жильцов. Такое ощущение, что люди здесь у них живут и снимают у них эти квартиры, понимаете. Такое ощущение, что они собственники этого пятого элемента, они не продали людям квартиры, и они просто не обслуживающий персонал в лице ОСМД, или как оно правильно называется. А они считают, что они просто хозяева, и все люди у них арендуют квартиры и должны выполнять все их требования, понимаете. Нашумевший пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля, не оставил равнодушным весь мир. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции, а вместе с этим и часть уникального наследия этого памятника архитектуры. В Одессе также нередки случаи, когда огонь охватывал исторические объекты. Вспомнить только легендарный многострадальный дом Русова, который за последнее десятилетие четыре раза нуждался в комплексной помощи пожарных расчетов. Полыхали объекты культурного наследия и по области. Какова же специфика тушения пожара в исторических зданиях и памятниках архитектуры, наши корреспонденты выясняли у спасателей. Сотрудники ГСЧС рассказывают, при тушении и возгорании в исторических зданиях, памятниках архитектуры, работа усложняется в разы. Необходимо не только эвакуировать людей, но и спасать сами исторические ценности. Прибывшие команды должны обеспечить защиту и выбрать такие средства для тушения огня, которые нанесут минимальный урон архитектурному убранству здания и его внутренним элементам. В памятниках архитектуры, також в релігійних будівлях складность гасения пожежи обумовлена скупчением великой кількости людей, також наявностью исторических ценностей, матеріальних ценностей, також розповсюджением пожежи по деревьяным горючим конструкциям, а також элементам оздобления. Великі площі також надають можливість розповсюдження пожежі за дуже швидкий та короткий промежок часу, тому необхідно передбачувати не тільки ліквідацію самої пожежі, а також і евакуацію матеріальних ценностей, захист матеріальних ценностей. Крім того, самі строєння історічних здань, музеїв, храмів і соборов отнюдь не типичні, розповіють спасателі. Нередко больша висота таких сооружень, узкі проєми, також усложняє тушення пожежів. Велика площа надає можливість скупчення великої кількості небезпечних факторів пожежі, а саме дим дуже швидко заповнює весь об'єм приміщення. Також розповсюдження пожежі по пустотах будівельних конструкцій. І ще раз я нагадаю, що велика кількість матеріальних ценностей, які необхідно зберегти для наступних поколінь. Сотрудники ГСЧС говорят, в пам'ятниках архітектуры і історічних зданнях подходить к противопожарної безпечність необхідно з великою відповідністю. Особенно во время проведення масових мероприятий, будь то екскурсії, религиозні служби, выставки. Під час запалювання свічок також наглядати за дітьми, щоб вони не підпалили одяг, охайно прибрати волосся під хустку. І також не намагатися притулитися до іншої особи, даби не спровокувати запалювання одягу на людях. У разі виникнення пожежі, негайно зняти одяг з себе, або накрити щільною міцною ганчіркою, для того, щоб не спровокувати розповсюдження пожежі. Посетителям при вході в будь-яке поміщення, а тим більше то, де є потенціальна угроза розпространення огня, спеціалісти советують помніть о правилах пожежі безпечністі. Насамперед, якщо побачили, ні в коєму разі не панікувати, запам'ятовувати шляхи евакуації під час входу до будівлі. І також попереджати своїми діями виникнення пожежі. Сотрудникам ГСЧС неоднократно приходилось устранять розгорання в історичних зданиях і пам'ятниках архітектуры не тільки нашого міста, але й області. Гасилий і в Великодалінському селищі Відіопольського району, католицька катцерква, збудована ще переселенцями з Німеччини. Також є пам'ятником архітектури. Також в місті Білгородністровському осив неодноразово собор і церкву, не одну установу релігійну. З метою укриття злочину собор було підпалено. На жаль, були пошкоджені цінності, а саме ікони 13 віку. Дуже велику шкоду завдала ця пожежа. Також конструктивні елементи будівлі були пошкоджені, що також впливає на несучу конструкцію самої споруди. А в іншому випадку – електромережа, коротке замкнення електромережі. Пожар завжди легше предупредити, ніж потім погасити, підчеркиваю, спасателі. Тому настоятельно советують гражданам бути більш бережними к тому насліді, в якому живуть чи знаходяться, соблюдувати правила пожарної безпасності і особливо в історичніх зданнях. Квест – інтелектуальна приключенческа игра, ключова роль в процесі которой отведена решенню головоломок і дедуктивних задач. Субботний кастомс квест, или таможенний квест, отличається від класського. Це не просто игра. Предложені в рамках неї ребуси і задання, зв'язані з історією міста. І посвіщається цей квест дню рождения одеської таможні, котрій в цьому году исполніться 224 роки. Пілотний кастомс квест був проведен в ці же дні в прошлом году, і по отзывам участників і організаторів, оказався дуже успішним. Сьогодні состоялась втора игра автопешеходного таможенного квеста. Пять команд стартовали з таможенной площади. Як і в прошлый раз, участники получили 10 заданий. Першою задачою було знайти місто по картинке. Командам в общий чат отправили фотографію з 9 валанчиками. Це місто поиска. Участникам треба прийти к Дывалановському спуску 9. Задання разнопланове, не похоже на першу игру. Ми этот квест сделали немного сложнее, тому що участники все-таки вже на одну ігру опытні. Більша частиць заданий, більша половина заданий – це центр місто. Длина маршрута порядка 30 км. Коди заданий различні. От банальних шифров із букв і цифр до многоходових з поиском радиоволны. Песня, звучавшая на радиоволне, привела участников к памятнику Екатерине. Нам дали задание настроиться на определенную частоту радио ФМ. Там звучала песня определенного характера, где мы поняли, что мы действительно находимся там, где нам нужно. И сделали селфи всей команды и отправили администраторам. Очередное задание квеста – найти и отсканировать QR-код на памятнике жене моряка. Но все оказалось не так просто, как звучит. Ставлю задачу группе, что надо сделать скан. Потому что у меня нет в телефоне сканера. Спустя 20 минут пребывания на локации команда имеет право пользоваться подсказками. Ну, мы попросили про сказку, нам подсказали адрес, но на адресе мы уже и так были. Там просто было много, очень много, 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 много надписей. И нашли коды, но сначала не те там были фиолетовой краской, другими красками сделаны. В квесте участвовали сотрудники таможни и представители службы внешнеэкономической деятельности. Последние в пилотном квесте заняли первое место. Необычной стала команда из одного человека, который продвигается по маршруту квеста на велосипеде. Передвигаться не тяжело, вот работать тяжело. Коды искать, потому что так один гуглит, второй смотрит, ищет. Поэтому, ну, я ради интереса, не за победой. Вот поэтому. Морской порт, памятники Екатерине, жене моряка, Дюку, Деришелье, Дюковский парк, Одесский аэропорт. Пройдя все локации, отгадав задание, первыми на финиш прибыла команда сотрудников таможенного поста «Акерман». Заряд бодрости получили великолепный. Даже у нас коллега немного упал, бежав по одному из заданий. Ну, успел он сгруппироваться, не получил никаких травм. По-видимому, сказалось, в прошлой его тренировке какие-либо, то, что он не получил никаких травм. И мы продолжили оперативные, дальше поиски. Ну, на самом деле, очень классно, круто, обалденно. Испытанием для команды стали не только задания, но и выбор общего пути следования, отметил капитан команды «Тирос». Сложности были двоякие в том плане, что иногда коллектив сомневался, в какое место ехать. И если вот такие сомнения у нас 50 на 50 расходились, то мы от администраторов просили подсказки для того, чтобы убедиться, не терять время, потому что находились на дальнем расстоянии вот эти места. Всех участников на конечном пункте КВС-то ждали подарки и призы. Победителями в этом году стала команда таможенников. Виталий Александрович, поздравляем, ура! Ура! Поздравляем! Поздравляем! Поддержаться открытие этого сезона! Поздравляем! Вы супер! Спасибо! После этого мы на работу поедем. Да! Спасибо! Спасибо! Спасибо, спасибо, что дали нам возможность выиграть. Очень было весело, очень интересно. Мураль под названием «Баклан» по адресу спуску Маринеска 6 восстановят после окончания ремонтно-реставрационных работ на фасаде здания. Такое обещание дали в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета. Недавно появились сообщения о том, что сюрреалистическое мурал с бакланом, которое украшало стену дома номер 6 на спуске Маринеска, уничтожили во время выполнения ремонтных работ. Чиновники заверили горожан, по завершении работ картину восстановят. Хотелось бы отметить, что по договоренности с общественниками, которые приглашали в свое время художников для того, чтобы эти муралы были нанесены на те или иные поверхности, существует договоренность, что после выполнения ремонта фасада будет приглашен художник, и мурал будет или восстановлен, или нарисован, может быть, с другим сюжетом, но тем не менее мурал подявится на этой стене. Арт-объект появился на этой стене в октябре прошлого года в рамках проекта «Одесса Ариум». Над сюрреалистической росписью работали несколько художников из Милана, Майами и Нью-Йорка. По их замыслу гигантский черный баклан пытался удержать на голове пирамиду из камней, на вершине которой расположены часы. В ночь на субботу на 420-м километре трассы М-05 произошло ДТП с участием трех грузовиков. Один водитель пострадал. Автомобиль «Мерседес» двигался в сторону Одессы по предположению патрульных полицейских. Водитель, вероятно, заснул за рулем и совершил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с двумя грузовыми автомобилями «Рено». В результате столкновения один грузовик перевернулся. Автомобили получили значительные механические повреждения. Телесные повреждения получил водитель автомобиля «Мерседес», которого до приезда полиции забрала скорая с предварительным диагнозом политтравмы. На месте работала следственно-оперативная группа. Лишь по счастливой случайности БМВ, врезавшийся в трамвайный остановочный комплекс, не привел к человеческим жертвам. Авария произошла на перекрестке Лиздорской дороги и Бреуса. От Красного Креста в сторону первой станции Лиздорской дороги двигался БМВ. Ему навстречу поворачивал налево «Хюндай». Паркетник не предоставил преимущества движений по прямой, и от столкновения БМВ врезалась в остановку, снеся забор. Лишь по счастливой случайности в этот момент на остановке никого не было. Водители также физически не пострадали. Но у обеих иномарок разворочены моторные отсеки. На месте разбирался патрульный экипаж. В Одессе более тысячи человек испытали в субботу неудобства из-за новых сообщений о взрывчатке, заложенной в общественных местах. Первым объектом интереса неизвестных злоумышленников сегодня стал торговый центр на Екатерининской. О минировании сообщили около полудня, рассказали в областном подразделении Насполиции. Для проведения проверки пришлось эвакуировать 760 человек. Через несколько минут поступило сообщение о бомбе в здании на Потелемоновской. Здесь эвакуировали около 300 сотрудников и посетителей. В ходе обыска никаких опасных предметов ни в одном из торговых центров не найдено. За это время поступило и третье сообщение – о заминировании отеля в переулке Некрасова. Из здания эвакуировали 17 человек. Взрывчатка тоже не была выявлена. Напомню, нынешняя неделя не давала покоя взрывотехникам. Не раз выезжали команды срочного реагирования по тревоге и во всех случаях наложенной вызовы. В среду, 17 апреля, таких сообщений было четыре. В четверг был установлен антирекорд – семь лжеминирований. В пятницу с утра поступило сообщение о взрывчатке в Одесском порту. Точка зрения. Так называется международный фотофестиваль, который вот уже пять лет подряд проводится в Одессе и является единственным в Украине мероприятием такого формата. Естественно, такой съезд вызывает большой интерес у профессиональных фотохудожников, и у фотографов-аматоров, и у поклонников этого вида искусства. В первый день работы Одесса Фото Дейс в Музее Западного и Восточного Искусства три зала с экспонатами мастеров международного фото были до предела заполнены восторженной публикой. Что собой представляет фестиваль, знают наши корреспонденты. Пятидневный фестиваль в Одессе очень насыщен и интересен, подчеркивают организаторы. На этих событиях мы максимально разработаем программу, чтобы были лекции, мастер-классы, выставки. То есть это пять дней, довольно-таки большой выбор разных, разноманитных событий. И все, кто интересуется фотографией, могут приходить, смотреться на экспозиции, отримать информацию, ну и, власне, учиться. При этом все мероприятия фестиваля бесплатные, а поучиться есть у кого. В Одессу приехали лучшие фотографы мира из Австрии, Польши, Португалии, Китая, Греции и других стран. Для участия в Одесса Фото Дейс фотографов отбирала международная жюри. Поэтому само присутствие на фестивале и возможность показать свои работы – уже награда. Считает представитель Украины Михаил Полинчак. В прошлом году он давал мастер-класс для коллег, а в этом решил представить свои работы. На этом фестивале представлена серия фоторобитных, на которой я работал последние пять лет. Она открывает за кулисы великих международных переговоров, которые происходят по всему свету за участие голев разных стран. Мои фотографии концентруются безусловно на местах, где происходят эти переговоры, а не, как обычно, подаются в новинах эти переговоры с акцентом на официйных осіб. В музее выставлены работы еще одного украинского участника международного фестиваля. Они также вызвали интерес жюри. Есть серия Владимира Шепотельникова, который представил аматорскую фотографию семейных альбомов и очень хорошо подметил, потому что он собирал фотографии, на которых были телевизоры, и показал, насколько было модным фотографироваться на фоне телевизора. Фотоработы представлены в разных жанрах. Каждая любопытна по-своему. А в целом они отвечают утверждению, что по своей природе фотография не является документом, но каждое отдельное изображение имеет документальную ценность. И речь не обязательно о фиксированной и абсолютной восприятии ценностей. И профессионалы, и любители оценивают работы со своей, субъективной точки зрения, что, собственно, и отражено в названии фестиваля. На эту экспозицию нам отправили 200 заявок. Мы попросили компетентное, независимое, международное жюри. Это были кураторы из Финляндии, из Латвии и из Израиля. И уже они выбрали 11 серий, которые мы сейчас тут можем видеть. Это серии историй из разных стран страны и различных точек зрения. Деякие есть политические, другие более философские и более приватные. То есть это на любой вкус. Фестиваль примечателен и тем, что вот уже второй год к участию в нём привлекают молодых авторов – подростков 13 и 17 лет. Для них проводят специальные мастер-классы. Но хорошим наглядным примером, к которому нужно стремиться, являются и сами работы международных фотохудожников – репортеров, спецкоров и аматоров, а также знакомства с работами сверстников, которые уже добились первых успехов. Считаю, что моя работа достойна быть здесь, потому что, может быть, это кардинально что-то другое, что-то новое. И в этом есть смысл. То есть это не просто фотографии, на которые ты посмотришь и скажешь, мне понравилось, пойдёшь дальше. То есть над моими фотографиями нужно посмотреть, подумать, как они были сделаны. Программа «Одесса Фото Дэйс» включает в себя выставку фотографа из Польши под названием «Суета». Вечерние фотопоказы работ в Одесском кукольном театре и галерее «Пассаж», презентацию европейской платформы современной фотографии представителя Португалии и многое другое, что, по мнению организаторов, понравится даже тем, кто раньше не увлекался фотоискусством. Стоит ли упускать такой шанс? Ведь фотография – это запечатлённый миг жизни, которая уже через секунду становится историей. В Одессе наградили лауреатов премии «Культурная столица». Номинанты – представители региональных отделений Национального союза композиторов, кинематографистов, художников, фотохудожников, театральных деятелей, а также лучшие писатели и архитекторы. Одесса становится не просто культурной, а интеркультурной столицей Украины, признанной в Европе, говорили на церемонии награждения. Политра творческих, замечательных людей, представителей различных национальностей, различных религиозных конфессий, которые по праву называются интеркультурной столицей Украины. И опять же таки, это факт. Участники мероприятия и лауреаты премии «Культурная столица» уверены, наш город всегда был творческим. Талантливые одесситы в самых различных сферах, начиная от театра кинематографа и заканчивая архитектурой. И сегодня славятся далеко за пределами Украины. Архитектура всегда входила в состав искусства, потому что архитектура решает задачи и эстетические, и конструктивные задачи. И архитектура – это украшение города. Архитектора часто сравнивают с врачом, потому что, каким станет архитектор после окончания вуза, такие будут жилые дома, будет ли удобно в них жить, больницы, учебные заведения. Поэтому сегодня мы гордимся тем, что вот наша архитектурная школа одесская завевала высокие позиции не только в Украине, но и за рубежом. Я хочу сказать слова благодарности нашей мэрии за то, что она сохраняет нашу культуру, именно культуру нашего города, и с вниманием относится к нашим корифеям, потому что без их основы у нас нет будущего, и у нашего города нет будущего. И это очень радостно, что эти люди не обойдены вниманием городской власти. Всячески содействовать развитию и поддержке талантливых одесситов, создавать все условия для продвижения культуры, дать возможность молодому поколению проявить себя. Это задача, от внимания которым зависит будущее Одессы. В нашем городе с каждым годом все больше различных кружков и секций, где дети могут выбрать себе занятие по душе. Возрождается и внешкольная работа, и одно из последних достижений мэрии – актовый зал для 4-й гимназии на Болгарской. Все школы, построенные где-то на улице Болгарской, вот в таком, в этом микрорайоне, они изначально строились без актового зала и без спортивных залов. И вот та талантливая молодежь, дети наши, по большей степени были лишены возможности раскрыть свои таланты. А поверьте мне, там есть очень много талантливых детей. Я рад, что у нас удалось это. В этом году мы передали детям первый построенный там большой на 500 мест актовый зал, где детки будут развивать свои возможности, таланты. Премия «Культурная столица» вручается в нашем городе с 2016 года. Ее номинантов избирают на заседаниях правлений Национальных творческих союзов, ведущих свою деятельность в Одессе. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Пожар в 12-этажном новострое на 5-й станции Большого фонтана лишь чудом обошелся без жертв. Закрыты все пожарные выходы, закрыты на замке. Мне пришлось ногой выламывать дверь, чтобы выйти отсюда. Потому что здесь, получается, эпицентр был именно в этой квартире. Здесь дышать было невозможно. Она уже фактически задыхалась. Но пожарные ребята, кстати, без вопросов. Помогли пожарные, вовремя приехали. «Кастомс-квест» – это необычная игра. Уже второй раз проводится в нашем городе и посвящена годовщине основания Одесской таможни. Мы попросили про сказку, нам подсказали адрес, но на адресе мы уже и так были. Там просто было много, очень много, 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 много надписей. И нашли коды, но сначала не те, там были фиолетовой краской, другими красками сделаны. Точка зрения. В нашем городе уже в пятый раз проходит единственный в Украине Одесса Фотодейс. На эти все события мы максимально разработаем программу, чтобы были лекции, мастер-классы, выставки. То есть это пять дней, довольно-таки великого выбора разных, разноманитных событий. И все, кто интересует фотографии, можете приходить, смотреться на экспозиции, получать информацию, ну и, в основном, учиться. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.